Добрый день! Информационная служба Телерадо компании Гомель протягивает свою работу в эфиры. У студии для вас працует Евген Пабловец. Выборшая компания в Беларуси расспрашалась вельми активно. Такое меркование выказала старшиня Центр Выборкама Лидия Ярмошина. По ее словах, в этом попереднем периоде вылучения кандидатов на место в парламенте претендует 4,5 человеки. Яка значила Лидия Ярмошина, ця перешняя выборчая компания адрознивается от других. Керавництво и координацию работы участковых выборчих комиссий будут ожитивлять областные комиссии. Напереде у них великая работа. Первый самый отказный этап – это разгляд скархов. До речи напереда дню Гомельской областной выборчей комиссии отбылось и другое посаджение по разгляде скархи. И оно проходило у присутности назиральников. Был запрошенный и аут развороту, однако он посаджение не наведал. Сутность скархи в том, что в день регистрации инициативной группы, 2 липеня, комиссия Гомельской центральной выборчей округи номер 33 не выдала ее членам посвеченные и подписные листы. Разглядывая все количество справок, областная комиссия не нашла порушения в день округовой комиссии. У ответственности с выборчим кодексом Беларуси комиссии не обвязаны выдавать посвечения миновито в день регистрации инициативной группы и в полном праве заработать это на наступный працованный день, что и было сделано в 4 липеня. Аналогичное обращение рассматривалось на заседании комиссии предыдущего, оно практически одинаково как по содержанию, так и по тексту. Соответственно, комиссия рассмотрела и приняла решение, соответствующее с участием в присутствии наблюдателей, в том, что статья 65 избирательного кодекса Республики Беларусь ни в коем мере не нарушена, и, соответственно, окружная комиссия действовала совершенно правильно. До речи у Гомельской области у поравнаний с иншими регионами подобных зворотов меньше за все. Коли сказать о передвыборной ситуации в целом, то на сегодня в область утворено 1038 выборчих участков для голосования. 40 из них в организациях «Аховы здоровья», которые оказывают лечебную допомогу в стационарных умовах. Два выборчие участки утворены в войсковых частях. Больше за все на сегоднях налишивается в Житковицкой окрузе – 121. Меньше за все на территории Гомельской советской выборчей округи номер 34, где их – 29. Наступный крок – утворение участковых выборчих комиссий. Гэта работа будет выполнена до 27 липеня. Тем часом протягивается влучение працовными коллективами кандидату у депутата платы працовников национального схода Республики Беларусь. Черговая ответная конференция отбылась на коммунальном вытворчо-мунитарном предприемстве «Гомельводоканал». У делу ее приняли каля 80 працовников працовного коллектива. Разглядалося питание облучении кандидата у депутата платы працовников национального схода Ивана Коржа. Свой працовный шлях он починал у Витебску, где был дежурным, маневровым диспетчером, а после наместником начальника чехуночной станции. Далее працовал у Комитета державной безопасности. На протягу 5-ти годов узначального управления КДБ по Гомельской области. В 2060 году был назначен на ответную посаду у Гродно. Зараз генерал-майор Иван Корж является начальником Института национальной безопасности Республики Беларусь. По меркованию у дельника конференции он, мая богатый житевый опыт, сможет принимать правильные решения и годно представлять интересы коллективу. Считаем, что в парламенте должны работать квалифицированные, крепкие профессионалы, имеющие большой жизненный опыт, каким мы считаем Ивана Алексеевича. Поэтому мы решили выдвинуть кандидата в депутаты в Палату представителей Инторжа Ивана Алексеевича. До инших тем. Депутаты Гомельского областного совета оценили эффективность работы по профилактике правопорушений и гибели людей в Октябрьском районе. Тут прошло выездное посяжение постоянной комиссии по законности и правопорадку. Тему протягнет Настасья Кучинская. Средняя школа номер один – одна из старейших установок дукации не только в Октябрьском районе, а и в Гомельской области. За больше 150 годов усынования тут на запасе ли великий опыт работы с детьми. Члены областной комиссии упершую чергу цикавит, что робит, как не допускать дитячей сморотности и злочинности. Як означает директор школы Светлана Макушинская, Мы задействуем родительские родители. У нас есть родительские патрули, которые обеспечивают правопорядок, посещают места увеселительных заведений, где проводятся дискотеки с детьми. И еще у нас хорошо работает родительский патруль, который посещает неблагополучные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении. У Октябрьским сельским выканавшим комитете депутаты трапляют на посяжение громадского пункта ховы правопорадку. На размову сюды запросили потенциальных правопорушальников. Рыжские сумления промышаются хаваться от камеры. Старшиня Октябрьского сельвы Канкама Александр Луцкович каже, что так же худко хаваются гэтые люди и от работы, а вольный час, якого у их шмат, проводят за бутылькой. Такая категория громадян часто становится не только правопорушальниками и злочинцами, а и охвярами злочинств. Каб гэтага не отбылось, а змагацца приходится за кожнага. Справуюсь розные меры уздеяння, проводясь размовы, отправляясь на лячэння, шукаюсь работу. Одныму вынику ничога не допомагая, а іншые хапаються за отрыманый шанс на новое житё. Подобный приклад комиссия Аблсавета сустракая у агрогородку Красная Слобода. Матерь жатрок дятей Юлия Сажина ранее злоуживала алкоголем, а ле зараз выправилася. С 1-го липеня семью зняли зулику социально небеспечных. При гэтном дня на паранейшому застаецца падпильным наглядам мясовых уладов. Шмадзетная мать испадзеецца, што отрымаецца выправить и батьку дятей, які некалькі годы не платить алименты. Члены депутатской комиссии пообяцали вырашыць у законным парадку и гэтае пытання. Ураженними, отрыманными за день работы у Октябрьском районе, члены постоянной комиссии Аблсавета депутатов по законности и правопорадку делятся подчас внякового посяджения. Уцелы мясовый опыт ведения профилактичной работы оценили высоко и планують выкористовывать некоторые напрацовки и у своей дейности. Видно, что работа есть. И работа эта проводится неформально. Люди активно воспринимают, может быть, свои обязанности. Нету такого, что они отмахиваются. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомельс» Октябрьского района. Протягиваем выпуск. 120-годовый юбилей отзначила одно из ведущих предприемства харчовой промысловости Беларуси – «Гомельский мясокомбинат». Кроме урочистости, у этой подеи присвечена распроцовка новых видов мясной продукции. Например, на полициях магазинов худко-зявятся выробы зындычки и баранины. Как вядомо, пауфабрикаты с баранины по кулю Беларуси не выпускают. Каштовность мяса гэта живела вядома давно, але отповедная харшовая ниша до гэта хатшасу пустовала. Керавниста предприемства обяцая, что кош на новую продукцию буде адрозневаться незначна. Наприклад, колбаса с баранины альбо индычки буде прикладна на 10% дорожайшая, чем со свинины. На сегодняшний момент на предприятии разрабатываются новые виды колбасных изделий, до сих пор не выпускаемых в Республике Беларусь, это из баранины изделия. Сейчас мы подошли к выпуску вареной колбасы из баранины, варено-копченой. Также собираемся удивить наших потребителей колбасами из индейки. Это будет вареная колбаса, сосиски, сардельки, которую в скором времени наши потребители увидят сначала в фирменной торговле, потом уже, конечно, и во всей торговле, как в Гомельской области, так и в Республике, надеемся. С часом будет распроцованная и особная линейка продукции из индычки для детей. До речи все лета предприемство почало выпуске АШ-40 наименеум мясных выработок. У темлику поширил ассортимент охолодженной продукции. Как ведомо, она заховывает значительно больше корыстных речевол, чем замороженная. Больше подробязный сюжет об новой продукции Гомельского мясокомбината глядите у нашим вечернем выпуску у 18 годин 40 хвилин. Сегодня высшие научные установы Беларуси завершают прием документов на бюджетные мессы. В Гомельском Державном Университете Мя-Франциска-Скарына в этом году плануется набор коля тысячи первокурсников. Найбольш популярные у абитуриентов факультеты юридичные и экономичные. Самый высокий конкурс селета склався на специальности правознавства. 18 человек на месса. На специальности финансы и кредит на мессы претендует 6 человек. Тройку самых запотребованных на прамках замыкает психология. Три человеки на место. Сярод новации этой уступной кампании – открытие специальности компьютерная физика на физичном факультете. Конкурс на бюджетные мессы складает 1,3. Отбылись измены и на экономичном факультете. После перерыва в несколько лет, связанного с сокращением госслужащих, мы открыли на экономическом факультете. Вновь возобновили прием на специальность государственное управление. И кроме этого, там же на экономическом факультете, на специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит, мы открыли новое направление бухучет в бюджетных организациях. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте интернете по адресу www.tv.by. На этом выпуске завершены. У студии працював Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.